В Министерстве культуры Российской Федерации для членов Общественного Совета состоялся просмотр фильма «Матильда». Подавляющему большинству он не понравился. Надуманная интрига, слабая драматургия, актерам нечего играть. О костюмах и спецэффектах говорить не стоит, хотя красивые картинки имели место. В целом сюжет выглядит так. Пьеро, цесаревич Николай, тоскует под девочки с голубыми волосами Мальвини, Матильда. Но вынужден из династических требований взять в жены другую. Ей-богу, в канун столетия революции Отечественному фонду кино надо было додуматься снять такую пошлую картину. Но это мое личное мнение. Режиссер Алексей Учитель после просмотра утверждал, что в Казахстане зрители 10 минут аплодировали. Надеюсь, они делали это от чистого сердца. После просмотра мне приснился странный сон. Встретились Николай II и Сталин. Их разговор привожу по памяти. Сталин, Ваше Величество, что скажете о нашей революции? Николай, варварское разрушение страны. Вы не позволили нам довести нашу работу до конца. При мне Россия стала парламентской монархией. Мы начали экономические реформы в духе известного вам китайского коммуниста Дэн Сеопина. Лично я передал в собственность крестьянам свои земли на Алтае. Что еще? Поддержал предложение академика Вернадского. При Академии наук создана комиссия по изучению естественных сил России, сокращенно КЕПС, идеи которой вы использовали при электрификации страны и создании плановой экономики. Если бы не революция, наша Россия избежала бы гражданской войны и падения в пропасть. Сталин, Вы имеете в виду февраль, когда Ваши генералы и родственники, Ваши банкиры и капиталисты организовали против Вас заговор и развалили страну? Кого надо винить, если не лично Вас? Николай, своей вины не отрицаю. Вы считаете, надо было держаться за власть и за всех сил и казнить несколько сот человек? Мои генералы такое сделали 9 января 1905 года, когда началось то, что сегодня называют Оранжевой революцией. Я был опозорен. Я стал Николаем Кровавым. Сталин, руководитель такой страны, как Россия, не имеет права быть слабонервным. Взяв власть, мы спасли разваленную страну. Когда в 1941 году под Ленинградом немцы пустили перед своей наступающей пехотой наше мирное население, я приказал открыть по ним огонь. И атаку отбили. Страшно? Да, страшно. Но был ли другой выход? Николай, немыслимо. Сталин. После этого немцы не применяли подобных вещей. Да, на мне много крови. Но я спас Россию. И Рузвельт, и Черчилль тоже не церемонились с врагами, как внутренними, так и внешними. Николай, это бессмысленный разговор. Сталин. Мне известно, что во время вашей ссылки на Урал немцы предлагали вас освободить при одном условии. Вы должны были утвердить Брестский договор. Они считали, что мы не удержим власть и хотели сыграть на опережение. Вы отказали и погибли со всей семьей. Это решение достойного уважения. Я, как бывший студент духовной семинарии, понимаю, почему вы причастлены к лику страста терпцев. Но, Николай, это вечная проблема. Царь в России всегда обречен на жертву, потому что народ всегда греховен, а царь берет на себя его грехи. Сталин. Даже как в случае немецкой атаки под Ленинградом? Николай, мне нечего больше сказать. Тут я увидел, что разговор заканчивается и спросил, что они думают о страстях вокруг Матильды. Оба посмотрели на меня с немалым удивлением, словно я задал нелепый, пустой вопрос. Автор этой статьи – Святослав Рыбас. Свежий номер литературной газеты номер 41. Канал Веб-Рассказ. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok